Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как мы уже анонсировали, сегодня в развороте политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета доктор политической науки Евросиепс. Добрый день! Добрый день! В такое интересное время мы вас пригласили. С одной стороны, вроде бы уже по составу президиума все ясно, с другой стороны, главная интрига по поводу того, кого президент номинирует, решится, может быть, в ближайшие часы. Мы знаем, что в час дня президент приглашает к себе сразу трех кандидатов. Об этом, может быть, чуточку позже. Но, что касается выборов в президиум, есть ли что-то, что вас, допустим, удивило? Меня немножко удивило то, что партия Артуса Кайминча, КПВЛВ, вообще не выдвигала такого кандидата, который мог бы быть избранным, потому что понятно, что Кайминч популярен и так далее, но вряд ли кто-то серьезно пытался его каким-то образом продвинуть в президиум. Но по-другому, я думаю, что тут никаких больших сюрпризов нет. Ну, тут Клементьева переизбрали, согласие Амурнецы осталось как председателем Сейма, спикером, что было более-менее ожидаемым. Можно ли сказать, что по существу, вот как сейчас кто-то пытается представить, вот это, ну, условно говоря, старые политики переиграли новичков. Ну, я понимаю, что новые консерваторы все-таки пост вице-спикера получили. Может быть, такая была цель расколоть вот это вот новеньких, да, КПВЛВ и новых консерваторов. Но можно сказать, что они вот переиграли, если такой язык применять. Ну, я не согласен с этим делением между новыми и старыми, потому что, ну, старые, ну, кто же старые, ну, Пабрикс это старые, это тут довольно много новых людей. Ну, посмотрите на ту же самую Марию Голубеву, которая, я думаю, что довольно часто у вас тут гостила на радио, которая является абсолютно новым игроком в политике. Да, она эксперт, но политика, она раньше не участвовала. Ну, понятно, да, 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 конечно, безусловно, но что касается этих новых, ну, если под этим подразумевать новых консерваторов и КПВЛВ, тогда, ну, в первую очередь, ну, они, конечно, сами начинают понимать то, что ты должен иметь какое-то более-менее большинство, чтобы что-то сделать в парламенте. Если тебе просто так 32 мандата, то этим просто ничего не добьешься. Да. Может ли вот выбор в президиум, вот эти выборы в президиум, как-то повлиять на расклад сил в коалиции? Тоже есть разные мнения на сей счет. Вы знаете, что тут мы наблюдаем все-таки такой довольно двойственный процесс. С одной стороны, это вот вся эта публичная часть, где всякие тут высказывания, кто-то выходит с какими-то заявлениями и так далее. Но в то же время, ну, понятно, что в курларах происходит наиболее более конструктивный, более серьезный разговор, и о том, как все это там будет делиться. И то, что сейчас происходит, это просто так понты для публики, потому что, ну, какие-то серьезные решения будут приниматься, и уже принимались, но сейчас главная точка отсчета – это номинации премьер-министра. Да. Вот что касается номинации, вот создавалось такое впечатление, может быть, вы правы, что это только публичные заявления, что господин Борденс, ну, может быть, не знаю, хотя совсем уж у него нельзя сказать, что у него нет политического опыта, что он делал вроде бы все, чтобы его не номинировали или чтобы он не получил вот коллекционное большинство, потому что он там весьма критически делал заявление в адрес там, что одни представители каких-то аллергархических групп, и с этими я не буду, и так далее, и так далее. Но это уже все происходит после выборов. Я понимаю, что до выборов одна риторика, сейчас должна была быть другая риторика. Ну, извините, это все треп, это просто треп. Это ничего не значит, да? Высказывания и какие-то там вещи, если у Бордена будет поддержка большинства, и если он достанет эту номинацию сегодня, тогда я думаю, что Борденс при всей вероятности будет возглавлять правительство. Спрашивается, есть ли у него большинство, и будет Рейвани, если его номинировать, а то, что кто-то там что-то там сказал, я не думаю, что это имеет какое-то большое влияние и на ход вещей. Мы знаем, что вот спикер Сейма, новая избранная госпожа Мулница, у него довольно большой политический опыт, заявила, так намекнула сегодня, что, ну да, быстрого утверждения правительства, наверное, ждать не стоит, но вероятно, что-то чувствует или даже знает, вот эти куларные переговоры. Действительно ли это может затянуться? Ну, мы находимся в немножко другой ситуации, как это было в предыдущие 20 лет, потому что мы знаем, что, в принципе, начиная с 90-х, уже с конца 90-х, в принципе, у нас эти премьеры утверждались тогда президентом, когда было более уже ясно, как будет выглядеть коалиция и кому что достанется. Сейчас это по-другому. Сейчас ты начинаешь номинированием президента, который номинирует премьера, и потом уже этот новономинированный премьер ходит по партиям и пытается о чем-то договориться. Так что это может затянуться, но я думаю, что не страшно, потому что оба эти кандидата, которые сейчас дискутируются с Муслией Борданс и Пабрикс, имеют довольно хорошие шансы на успех. Вы не думаете, что дойдет дело или, не знаю, до правительства меньшинства, которое будет держаться на голосах согласия, или даже до распуска парламента? То есть, такие экстремальные варианты вы пока не рассматриваете, да? Ну, я не вижу надобности в этом, потому что я думаю, что эти люди, которые вчера избрали президиум, которые более-менее, он работоспособный, может тут что-то нравится, что-то не нравится, но эти люди могут работать. Я не думаю, почему же бы они не смогли создать и какое-то правительство. Как успешно будет это правительство работать, как они будут принимать решения, это другой вопрос. Но чтобы создать, просто утвердить, я думаю, что у них сил хватит. Мы знаем, что после каждых выборов, может быть, такая психология избирателей проходит какое-то небольшое время, и уже парламент становится очень непопулярным. Хотя, казалось бы, сами мы его избрали, они же не сами пришли туда и сели. Вот не будет ли и на этот раз еще больше разочарования, потому что мы видим сигнал, по крайней мере, от очень многих избирателей, что они хотят каких-то перемен, новых лиц. Но эти новые лица ведь очень много чего пообещали выполнить там отдельные пункты, не зная вообще, как это будет возможно. Это очень интересно, что мы, конечно, которые находимся более-менее в этом общественном пространстве, мы все время наблюдаем, что, ну да, тут какие-то интриги, какие-то скандалы, какие-то кампании, выборы и так далее. Но если посмотреть на этот уровень доверия к правительству и к парламенту, он, в принципе, остается в течение последних лет более-менее постоянным. Какого бы там не избирали? Может быть, какая-то маленькая флуктуация в той или другой ситуации. Да, вот именно. Как бы его, кого бы там не избрали, примерно тут 18-20 процентов доверяют правительству, немножко меньше парламенту и так далее. Но то, что сейчас все уже начнут верить и начнут доверять, такого не будет. Это, я думаю, что останется при прежнем каком-то. Ну, понятно, что перед выборами, когда очень многие тут лелеют некоторые надежды на революционные перемены, тогда, конечно, это доверие идет вверх. А сейчас, ну да, будет какой-то спад. Но это нормально, нам не привыкать, как говорится. Да. А вот что касается действительно интересных обещаний политиков, насколько они реальны. Я так понимаю, что о некоторых уже забыли сократить министерства до восьми, объединить все спецслужбы, что мы только не слышали, да. Правда, есть сейчас предложение забрать порты государству, школу всенационализировать и так далее, да. Ну, да. Но, тем не менее, тут наша система представляет очень хорошую возможность для отговорки. Говорит, ну да, мы же хотели. Но, понимаете, у нас это коалиция такова, что мы ничего не добились. В этом смысле тут, я думаю, что то же самое мы будем сейчас наблюдать, ну да, ну какие-то продвижки могут и быть, но что касается министерства внутренних дел, то, конечно, это самое интересное, кто будет ее возглавлять, потому что это как раз вопрос спецслужб и так далее. Но, да, ну что еще можно? Ну, кое-что можно, но понятно, что в первую очередь бюджет на следующий год уже составлен, он просто не утвержден и вряд ли тут будут какие-то большие изменения, типа минимальная пенсия, 200 евро и так далее. Ну, что там еще насчет образования? Ну, давайте смотреть, кто же будет идти на это министерство образования, потому что это довольно хитрая вещь. Так что, ну да, ну эти обещания всегда нужно, надо принимать некоторым, скажем так, некоторым скептицизмом, потому что власть всегда коалиции, на этот раз она будет очень пестрая эта коалиция. Все-таки, чуть-чуть возвращаясь назад вот к этим выборам, несмотря на довольно массированную активную предвыборную кампанию, можно по-разному ее оценивать, тем не менее мы видим, что явка опять меньше, чем в прошлый раз, и вообще такая рекорда низкая явка на выборах в парламент. Мы знаем, что Европарламент еще более низкая явка. Все-таки, с чем это связано? Мы становимся, как многие считают, такой обычной, не знаю, там, западноевропейской страной, где люди весьма политически неактивны. Или все-таки здесь есть другие какие-то объяснения? Кто-то говорит о том, что этих людей просто формально нету в Латвии. То есть, они вроде числятся, как избиратели, но давно уже здесь не живут. Ну, мы примерно потеряли 4-5 процентов от тех, которые пришли. Я думаю, что тут много факторов. В первую очередь, если посмотреть на эту агрессию, которая действительно такая гопниковская кампания, которой мы наблюдали лишь на этот раз. Я думаю, что у какой-то части электората это просто создает некоторое вообще сопротивление этому процессу как таковому. Они просто туда не ходят. Отвращение, да-да-да. Ну, есть, наверное, люди, да, которые в реальности не проживают тут, а находятся где-то в Ирляндии или в Великобритании, и, ну, просто у них нет такой возможности сходить на выборы. Такое тоже есть, но это не так серьезно. А что касается такого общего тренда, ну, если посмотреть на общее европейское сравнение, то мы находимся не в самом конце. Ну, тут наши братья-литовцы в этом смысле уже опередили нас. У них уже ходят на выборы в меньше половины, что, конечно, заставляют нас задавать некоторые вопросы о легитимности демократии, когда меньше половины участвует в этих выборах. Но, тем не менее, у нас уровень ниже среднеевропейского. Ну, тут можно, конечно, делать всякие спекуляции. Первое, что мы можем сейчас наблюдать, что именно этот популистический визг, который становится очень популярным везде, он обычно не поднимает серьезно явку на выборах. Просто есть какие-то люди, которые очень эмоционально мотивированы и ходят. Но нет такого, что мы таким вот именно толпой все двинулись на выборы именно из-за всего этого шума. Да. Вот что касается того, что сейчас будет происходить в том числе и в парламенте. Ну, мы видим, что предыдущие парламенты, какой-то определенный раскол, особенно в новых партиях, происходит. Часть депутатов очень быстро становится независимыми. Насколько сейчас, на ваш взгляд, я понимаю, что тяжело гадать, насколько сейчас риск этого процесса велик? Ну, у нас уже первые ласточки уже появились. Ласточка в лице госпожи Степаненко, которая покинула фракции согласия сразу после утверждения ее мандата. Мандата, ну, тут можно спрашивать, ну, а что об этом думает тогда руководство согласия? Как они ожидали этого? Не ожидали? Ну, что это значит? Есть ли это раскол? Это, наверное, не раскол, но какая-то такая тенденция и была, что она будет независимым депутатом. Я думаю, что да, но тут всякое возможно. Ну, понятно, что в Латвии немножко, скажем так, более трудно создавать новые фракции. Мы помним, что тут 10 лет тому назад это вообще было шикарно, что любые 5 депутатов собрались вместе создали новые фракции со своей машиной, со своим секретариатом и так далее. Это уже невозможно. Но что касается такого хождения, ну, да, ну, если вы посмотрите, что вообще происходит с этими новыми партиями, которые созданы. Ну, тут, например, партия реформ за Атлерс, она же, я думаю, что это рекорд, когда она уже раскололась еще перед утверждением мандатов, в этом смысле тут у согласия только второе место, они как серебряная медаль в этом смысле. Ну, да, ну, может быть, что-то такое произойдет. Но это, кстати, и во многом зависит от того, попадет ли та или иная партия в правительство. Потому что если ты находишься правящей коалиции, тогда это более-менее способно, ну, скажем так, это консолидируется, когда ты находишься в правительстве, потому что у тебя есть чем заниматься, ты руководишь там какие-то проектами, комиссиями, какими-то законопроектами и так далее. Но если ты в оппозиции, и ты должен там оставаться продолжительно на этом довольно сухом пайке, тогда это, конечно, создает некоторую основу для раскола. Да, вот такой вопрос, который я хотел задать, вот каждый раз перед, не знаю, очередными выборами само согласие говорит, ну, на сей раз у нас точно есть шанс, вот как никогда, что мы войдем в правительство, происходят выборы, ну, дальше мы наблюдаем, в принципе, примерно похожую картину, сейчас, видимо, тоже. Тяжело, наверное, загадывать наперед на 4 года, но как вы считаете, есть ли у согласия, по крайней мере, в этом созыве шанс в том или ином виде войти в правящую коалицию? Пускай не сейчас, понятное дело, да, но потом. Ну, мы, конечно, можем тогда рисовать какое-то виртуальное будущее, как это будет происходить, но я, честно говоря, не представляю, потому что понятно, что возможны всякие комбинации, тут с ЗЗС, без ЗЗС, тут с КПВЛВ, без КПВЛВ, но для того, чтобы забрать согласие в ее нынешнем виде в коалиции, ты должен в первую очередь иметь каких-то партнеров и должен иметь какого-то премьера, который согласился бы на такое. Я, честно говоря, не вижу ни того, ни другого. Но даже если говорить о том, что чем пугали довольно большую часть латышского электората перед тем, что будет эта коалиция, согласие с КПВЛВ, но у них же нет большинства. Тут даже с зелеными крестьянами не получается больше 50 мандатов. Так что я не знаю, у согласия нужен ребрендинг. Это уже совершенно понятно. Этот проект, это название, этот бренд просто исчерпан. При нынешнем виде они никуда не попадут. Все-таки, да? Да, но вы представляете себе, как это можно будет происходить. Если вы мне расскажете, я с удовольствием послушаю. То есть фактически какая-то попытка даже замены одних ли тех фигур, ничего концептуально не поменяют. Ну, вы знаете, тут в первую очередь люди говорят о каких-то неочередных выборах. Но я думаю, что это тоже маловероятно, но это более вероятно, чем согласие в правительстве. Потому что это же является таким элементом идентичности очень многих партий, новых консерваторов, национального объединения, единства и так далее. Все они, ну, с этого, в принципе, это и начинали, что они не будут делать в коалиции с согласием. Ну, сейчас, ну, да, ну, ладно. Ну, конечно, дело утопающих, как там было? Спасение утопающих. Ну, в этом смысле, конечно, ну, что-то не наблюдается, что, ну, скажем так, согласие действительно серьезно об этом думал. Потому что, ну, да, тут нужен ребрендинг, я бы сказал. И Ивас Иевс у нас в студии. Привелось ненадолго. Новости рекламы. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день. И Ивас Иевс у нас в студии, ассоциированный профессор Латвийского университета. Мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась после выборов в Латвии. Ну, не могу вас не спросить. Это такая, тоже, да, топовая новость в мире. Вот эти промежуточные выборы. Я в Соединенных Штатах. Еще, конечно, подсчитывается, кто, у кого там перевес. Вроде бы, вот, в этой Нижней Палате представителей, вроде бы, перевес будет у демократов. Но все равно господин Трамп считает, что это успех. Вот это что-то меняет вообще кардинально? Ну, у него успех в Сенате, что для него довольно серьезно. Потому что там это влияние и на этот Верховный суд. В этом смысле, я думаю, что это довольно серьезно. Но что касается демократов, у него просто будет гораздо труднее работать. Потому что все эти его идеи насчет стены с Мексикой. Это будет, я думаю, что по всей вероятности тогда остановлено. все эти, ну, то же самое, прокурор Миллер и все эти истории насчет 2016 года и каких-то явных или выдуманных связей с Россией, российской поддержкой у него в компании. Это будет, наверное, сейчас, конечно, иметь немножко другую силу. Но я не думаю, что дойдет до какого-то импичмента даже в таком раскладе сил. Но, скажем так, ну, американская политика будет гораздо еще более поляризованной. Потому что, ну, что, конечно, будет и влиять на атмосферу мира. Потому что, если ты чувствуешь, что на тебя давят и что ты у себя дома не можешь справиться с каким-то вопросом, ты уже становишься более агрессивным в отношении остального мира. Это везде происходит. Да, вот давайте прям звонок, у нас есть звонки 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Ну, это проблема, которая обсуждается по поводу согласия, я хочу сказать. Ну, во-первых, это нонсенс мировой политики, чтобы победившую партию даже не приглашали на переговоры. То есть это исключительно кривизна зеркала Латвии. Поэтому не в ребрейтинге дело, а дело в кривизне рук, сознания, мозга и всего остального. Спасибо большое. Ну, вот такое мнение, наверное, часть избирателей можно понять. Уже не первый раз согласие, но приходит первое. Нет, ну, ладно, ну, понятно. Это же самая большая фракция и будет на эти четыре года. Ну, да, но это такая специфика, что на данный момент, по всей вероятности, не будут все четыре года в оппозиции. То, что их не приглашают на переговоры, ну, да, это уже так сложилось, я скажем так, это таким кредо, таким заявлением о своей какой-то, о своем убеждении, когда все говорят о том, что мы не будем с согласием даже говорить, но мы помним, как досталось это к партии Артусакай Менча перед выборами, когда он не был согласен говорить о том, что он не будет сотрудничать с согласием, ну, ему от этого досталось. Сейчас он, наверное, из-за этого тоже потерял какие-то голоса. Ну, сейчас да. Ну, понятно, что, ну, переговоры переговорами, но понятно, что все зависит от президента. И я не вижу, что Раймонд Вейонис мог бы номинировать такого премьера, который согласился бы делать коалиции с согласием. Так что, ну, кривизна, не кривизна, скажем так, традиции, которая может быть изменена только с течением времени. А если бы появилась какая-то другая партия, которая претендовала бы на голоса на ЦМИ, я понимаю, что мы сейчас вот чисто фантазируем, это бы что-то поменяло, или все равно есть часть политической элиты, которая с предубеждением вообще относится к этому электорату? Вы знаете, тут две, по-моему, составляющие. В первую очередь, это тот факт, что, ну, так называемые латышские партии вообще-то не пытаются говорить с русскоязычным электоратом. Но это, в первую очередь, конечно, касается языка, потому что с русскоязычным электоратом-то ты должен говорить по-русски в основном. Но и мы знаем, что до этого большинство этих правых партий никогда не опускается, скажем так. Но с другой стороны, понятно, что дело даже не в меньшинствах. Тут, как мы знаем, играет этот, ну, хочешь-не-хочешь, но геополитический контекст некоторой роли, в том смысле, что это вопрос не только насчет языка или насчет истории. Это, в первую очередь, ну, скажем так, и вопрос в отношении к геополитической ориентации и в отношении к Российской Федерации, ну, просто говоря. Потому что, ну, понятно, что, ну, скажем так, та власть, которая находилась и находится у власти в Латвии уже начиная с 90-х, выбрала очень явно такой строгий трансатлантический курс. Ну и при всем усложнении отношений между Западом и Россией это влияет и на латвийскую внутреннюю политику. А может быть, было бы, не знаю, умнее или там, есть такое слово, можно употребить хитрее, пытаться как раз говорить с русскоязычным электоратом и оторвать его, как многие считают, не знаю, от Российской Федерации, а не просто отдавать его, говорить, не-не, ну, это не наше. Но это же все-таки почти 40% населения. Мы говорим о довольно большом власти людей, не просто там 1-2%. Ну, да, но вы, наверное, представляете себе, ну, такую общую ментальность, ну, так называемых правых политиков, они уже привыкли к тому, что, ну, это, в принципе, и это, кстати, является, с точки зрения политической теории, это является некоторым выражением разделения властей. В том смысле, что мы видим, что, ну, ладно, ну, там, конечно, ну, для, у согласия, ну, при нынешнем раскладе ничего там не светит, но Рига, как мы знаем, уже находится, так что согласии, хочешь не хочешь, но они являются составной частью, довольно важной составной частью латвийской политической системы, тут нет никакой какой-то... Они совсем не изгои. Да, 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 в этом смысле они совершенно не изгои. Кстати, говоря о вчерашних выборах президиума Сейма, представьте себе, что бы происходило, если бы согласие голосовало как-то по-другому или воздержалось как-то по-другому, например, Мурнецца была избрана по большому счету с невыявленным, не с таким, ну, с тихим согласием, извините за каламбур, с тихим согласием согласия, потому что если бы согласие голосовало за ее оппонента, в смысле на эту госпожу Бетнера Лагалла, тогда, конечно, она была бы избрана, но они воздержались так стратегически, скажем так, и не надо думать о том, что это происходило как-то абсолютно нечаянно, что никто не знал, как это будет происходить, все было именно так, как выглядело. Ну, в принципе, это нормальная тактика, да? Нет, ну, они играют свою парламентскую игру и будут играть ее и будут играть ее и в ближайшие четыре года. Это же всегда так было, то, что они не в правительстве, это понятно, но в то же время не следят за всякими законопроектами, особенно тех, которые касаются местных властей, особенно Риги и так далее. Они в этом смысле это составная часть латвийской политической системы. Это тоже надо учитывать, конечно. Безусловно. Да. Вот вы говорите, действительно, это очень важный геополитический фактор, вот создается такое ощущение, что как-то все отношения между мировыми державами становятся все сложнее, запутаннее, непредсказуемее и оттого весьма такими опасными. Мы видим, что даже вот та встреча, которая планировалась 11 ноября, ну, я так понимаю, там по тактическим соображениям вот эти переговоры Трампа и Путина тоже уже не состоятся. Ну, это Макрон, насколько я понимаю, повлиял на это. Может, он, видимо, решил, что все-таки цель не встреча Путина и Трампа, а юбилей Первой мировой. В принципе, он прав с одной стороны, но тем не менее, вот эта вот надежда каким-то образом нащупать диалог опять откладывается, видимо, на двадцатку большую там в следующем месяце. Вот что тут вообще, хоть какой-то просвет мы наблюдаем? Ну, самое плохое, это, кстати, возвращаясь к тому, что мы говорили насчет американских выборов, потому что понятно, что Россия, хочешь не хочешь, но стала уже частью, и не той самой хорошей, скорее, отрицательной частью американской внутренней политики. В том смысле, что если ты имел какие-то связи с Россией, тогда уже с демократской стороны это является очень большой проблемой, и из этого можно делать довольно большой публичный резонанс. И, конечно, Трамп, чтобы показать, что он, в принципе, с этим не согласен, он будет, конечно, продвигать какой-то свой распорядок дня, хотя бы встречаясь публично с Путиным, говоря с ним и так далее. Но что касается какой-то, ну, содержательной части, то если посмотреть на этот договор по ограничению этого ядерного оружия и средней дальности, тогда ну, это уже, скажем так, это серьезно. Это уже, скажем так, это немножко напоминает 80-й год, начало 80-х, когда вот именно этого переговора все как раз-то и пытались добиться, чтобы не тратить какие-то большие деньги на гонку вооружений. В этом смысле я не думаю, что Трамп действительно задумал каким-то образом просто разорить Россию при помощи гонки вооружений, но, тем не менее, эта атмосфера становится довольно похожей. Да, ну, посмотрим, чем это все закончится. Последний звонок, наверное, успеем принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, господин Ильевс, вот сегодняшние выборы еще раз заказывают такую жидкость политическую, такую бесцветность, ну, что, не наковорентироваться нет ни одной яркой личности. А вот раньше, несколько там, более 10 лет назад, вот эти кадры КПСС, которые, кажется, ковались, Бирков, Берзинши, Кристопан, все те, которые исходили из медр КПСС, их сила, их яркость, их политический опыт, вот они озаряли политический олимп, а сейчас нам не наковорентироваться, вообще не наковорентироваться. Неужели та сила, которая была и биология порочной, которая сейчас порицается, она давала такую возможность с политиком, как говорится, выступать? Спасибо. Спасибо. Спасибо, ну, об отсутствии личности, я так понял, вопрос. Я думаю, что это очень интересный вопрос, потому что понятно, что эти политики-то меняются более-менее вместе с электоратом. Это, кстати, мы наблюдаем везде, в том смысле, что сейчас в политику приходит другое поколение, и есть некоторые запросы, это мы слышим довольно часто, что давайте нам новые лица. Ну, эти новые лица есть таковые, как они есть. То есть, в этом смысле, все старые надоели, давайте нам новых, а вот новые вот такие. Да, мы, конечно, можем выдумать, что у нас тут будет тоже какие-то очень-очень хорошие, харизматичные политики, но те, которые есть, тех и других писателей у меня, для вас нет в этом смысле. Нет, они, в принципе, отражают избирателей, да, вот свои. Ну, я думаю, что, ну, в первую очередь, я не уверен, что в Латвии в политику идут самые лучшие кадры, потому что это довольно непривлекательная карьера, по многим соображениям. Но что касается такого кризиса лидерства, ну, это мы наблюдаем везде, ну, посмотрите на ту же самую, не знаю, Великобританию, где выбор сейчас, насколько я напоминаю, следующих выборов между Джереми Корбином, бывшим троцкистом, и Борисом Джонсонсом. Ну, а это что? Ну, а это тоже, ну, это не Черчилль, это не Деголь, это что-то совершенно другое, да, 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 в этом смысле, ну, да, ну, Ангела Меркель, кстати, тоже попала, как мы знаем, в последнее время довольно серьезную такой передрягу. Хотя она действительно на личность, мне кажется. Что касается КПСС, ну, вы знаете, КПСС создавала некоторый тип лидеров, которые до какой-то степени справлялись с какими-то задачами, но я не думаю, что многие из них могли бы вообще играть серьезную роль такой продолжительной демократичной политики, например. Ну, есть, конечно, мы видим, например, в Литве был Бразауск, ну, первосекретарь литовской компартии, в Эстонии был Рикель, который был тоже председателем Верховного Совета, Эстонской ССР. В Латвии таких, ну, первых лиц нашей компартии не было. Ну, Горбунов, но он тоже уже давным-давно в политике. В этом смысле у нас, я думаю, что этот коммунистический этап уже пережит. Да, похоже. Вот что касается действительно каких-то, может быть, таких прогнозов, как вам кажется, вот Союз Зеленых Крестьян, который явно потерпел неудачу, да, можно даже сказать и сильнее, они вообще оправятся от этого удара, как вам кажется, или их время уходит, вот как вы сказали, как ушло время до той поры, может быть, уходит время этих людей. Вы помните, сколько было критических там стрел в адрес Бригманиса, как будто сегодня только узнали, что он был первосекретарь там Саудовского райкома партии. Вы знаете, тут, что касается их будущего, я думаю, что это надо было спросить бы их самих, потому что я не знаю. Это довольно, кстати, ЗАЭС довольно закрытая структура. Ну, например, я не знаю, из-за чего Рейзнец Узуал ушла от Латвии. Венспилы. Ну, мы можем, конечно, строить всякие догадки, но что касается таких явных сведений об этом, нет. Ну, ладно, у них есть, конечно, это партии, которые гораздо меньше, они потеряли, особенно это была премьерская партия, это очень довольно печально выглядит. Но, с другой стороны, у них на местах очень серьезные люди, которые остаются и которые, по всей вероятности, будут оставаться. Смогут ли они через 4 года предлагать какую-то, ну, для центральной власти какое-то более серьезное предложение? Ну, что-то не похоже, но всякое может произойти. Да. Может быть, такой последний вопрос, который я хотела задать. Все-таки вы постоянно общаетесь как преподаватель со студентами. У них есть вот интерес к политике, потому что есть такой стереотип, что молодежь думает о другом, что, в принципе, понятно, все-таки не интересуются они политикой, у них такая есть политическая апатия. Вы знаете, тут политикой можно интересоваться по-разному. Например, что касается именно аналитики, то это, конечно, такой нишевый продукт, но тут есть люди, которые у меня самого докторанты, которые действительно сидят на цифрах, сидят на аналитике и занимаются именно этим профессионально. Профессионально. А что касается такого гражданского сознания, ну, я бы сказал, что наши средние школы могли бы делать немножко больше, потому что тут действительно люди не знают элементарных вещей о стране, где они живут. Хотел сказать, да. Они, может быть, слышали что-то о Трампе, слышали что-то о Евросоюзе и о Путине, о российской угрозе. Да, 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 но они не знают элементарных вещей о нашей Конституции, не знают элементарных вещей об устройстве нашего государства. Ну, над этим-то мы и работаем, да. Да, то есть, в принципе, в этом плане, наверное, школьное образование нуждается в реформе, да? Да, да, да. Да, я, кстати, сам немножко работаю тут в этом школе 20-30 в этом проекте, чтобы создать какую-то более-менее нормальную основу для такого гражданского образования. Да, я думаю, что это очень актуально. Может быть, последний вопрос, как вам кажется, вот эта история с формированием правительства может как-то повлиять на результаты выборов президента, потому что, ну, господин Вейнис, думая о том или ином кандидате в президент, наверное, мысленно думает и о том, что будет в мае, если он, конечно, собирается идти на второй срок. Я думаю, что, ну, он довольно молод, и это было бы странно, если бы он даже бы не думал о том, чтобы оставаться на еще один срок. Но что касается его шансов, то я думаю, что, извините, тут все-таки рано спекулировать об этом, потому что, ну, тут мы знаем, что есть некоторые другие претенденты, которые уже заявлены, и с которыми Вейнис придется побороться. Тот же господин Левец, к примеру, да? Ну, Левец, конечно, фаворит у очень многих. Если у него уже сейчас большинство, я в этом не уверен, но, тем не менее, это серьезно. Да. ИРСЕС у нас был в студии, ассоциированный профессор Латвийского университета. Большое спасибо. Спасибо вам.